Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета. И по обыкновению хотел бы несколько слов сказать, вступительных. Сегодня мы будем рассматривать вопрос, связанный с деятельностью Экспертного Совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, который должен стать важным элементом обеспечения сохранности церковных памятников. Среди храмов Русской Православной Церкви огромная часть памятники, многие из которых в годы воинствующего безбожия были насильственно изъяты из владения верующих и превращены в то, что считалось целесообразным для власти. Какие-то превратились в музеи, их, конечно, было меньшинство, а какие-то использовались чисто утилитарно, мастерские, коровники, склады, зернохранилища и еще Бог знает что. Неопровержимым историческим фактом является то, что верующие люди во многом создавали культурное наследие нашей страны, тысячи произведений искусств, храмов, монастырей. Возвращением права самостоятельно хранить свои святыни не может нести никакой угрозы, а лишь вдохнет подлинную жизнь в памятнике, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников с личным участием многих из них. Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа. Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными. Ведь красота Исаакиевского собора открытого для всех одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит. Церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора. Верим, что всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению. Я хотел бы обратиться в первую очередь к доброжелательным людям, которые выступают сегодня против передачи собора о Русской Православной Церкви. Я перечислю причины, по которым эти люди формулируют свое негативное отношение к такой передаче. Первая причина – это опасение, что собор перестанет быть свободным для доступа людей, не имеющих отношения к православию. гарантированно свидетельствую, что собор будет открыт для всех желающих либо помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника. Более того, в отличие от той практики, которая существует сегодня, вход людей в собор будет бесплатным. Вторая озабоченность связана с продолжением музейной деятельности. Конечно, собор является выдающимся произведением нашей национальной культуры. И для того, чтобы ознакомиться с этим памятником, нужно профессиональное экскурсионное сопровождение. Это сопровождение в полной мере будет осуществляться на том уровне, на котором оно осуществляется сегодня с надеждой на то, что и уровень будет так же повышаться, как будет повышаться и, как мы надеемся, не только экскурсионное измерение музейной деятельности, но просвещенническое и научное. Наконец, есть озабоченности в том, что Церковь не справится с осуществлением ремонтных и реставрационных текущих задач, так, как это делал музей. Заверяю вас, что у Церкви будут средства. При полном бесплатном входе в Исаакиевский собор сохранится плата за экскурсионное обслуживание, а также за осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. По нашим подсчетам, этих средств полностью хватит для того, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в тех объемах, каких они осуществлялись за последние 10 лет. То, что я сейчас говорю, обращаясь ко всем, еще раз хочу сказать, доброжелательным критикам возможной передачи Церкви Исаакиевского собора, будет выполнено. Все гарантии, которые мы даем, будут реализованы. Поэтому ни забота людей о сокращении городского бюджета за счет якобы каких-то ассигнований Церкви на ремонтно-восстановительные работы, ни сокращения экскурсионной деятельности, ни ограничения доступа в собор, не должны больше никого волновать. Но создается впечатление, что сегодня тема передачи Исаакиевского собора волнует не столько доброжелательных критиков возможной передачи, сколько тех, кто пытается тему передачи использовать исключительно в политических целях. Я попрошу всех, и власть имущих, и общественность, и народ наш именно так воспринимать эти протестные действия. Мы живем в условиях политического плюрализма. Люди выражают свои точки зрения на то или иное событие, которое происходит в государстве, в обществе. Очень часто эти точки зрения являются политически ориентированными. Такова реальность. Но передача Исаакиевского собора церкви в принципе не должна была бы быть причиной для политических протестных выступлений. Я очень надеюсь на то, что после разъяснений, данных патриархам, эти протестные выступления прекратятся. И дай Бог, чтобы никогда в нашей истории более ни тема церкви и ее роли в общественной жизни, ни тема искусства и культуры не разделяла наш народ, но наоборот соединяла для того, чтобы мы все вместе могли строить лучшее будущее для нашей страны и для нашего народа.